здравствуйте подписчики и гости канала не успел я выложить подкаст по катыни как на другой день то есть сегодня егор иванов опубликовал свое разоблачение александра штефанова и гибельсовской клеветы на тему катынского расстрела видео иванова смотреть рекомендую а я грешным делом решил перезалить свою старую нетленку с резервного канала александре иностранном агенте штефанами вдруг кто не видел так посмотреть спасибо за внимание ждем конца биологического цикла владимир путина кто такой вообще я вот доктор наук философских вы читатели зачем своих мучить и стал своего рода такой прям иконой антивоенного движения россии несмотря на свой юный воз наверно если не умру по пути вот это вот вот именно это надо показывать елена ваш сын практически торгует наркотиками он занимается противоправными делами вы американские американцы америка но я бы про детей еще поговорил про как где вот ну там кстати о чем ты меня перебили на том что репрессер здравствуйте подписчики и гости канала вот смотри я на наше медийное болотце и уже только хочу сказать я ухожу но вдруг читаешь слова поддержки понимаешь что кому-то неплохо на то что я делаю и тишину нарушает только звук скупой мужской слезы нас блять еще не хватало тут расплакаться и представьте все это совпадает с чередой просьб сделать разбор на со мной александр штефанов я хочу но александр штефанов я вот его характеризую как модный дебютант потом рос в однополой семье александр за короткий промежуток времени обрел огромную популярность особенно в среде либеральной антивоенной аудитории последней каплей был отрывок из речи известного российского историка и философа станислава васильева поэтому вся эта шизофрения что максима каца самый важный его спич порезали блять что там это причем кстати это писал этот штребух ебаный вот очередной раз издобал штребух хотя раньше он говорил что никого не пускают на соловьев life потому что там жесточайшая цензура но штребух тебя просто я не захотел звать на соловьев life потому что ты на нужен тут я понял это нельзя так оставлять короче валера настало твое время кто такой александр штефанов хуэс мистер путин ну это очередной многолитий анус или янус путь будет анус который продается по сходной цене и ретранслирует те исторические парадигмы которые ранее транслировала признанная теперь иностранным агентом общество мемориал и и же с ними товарищ сталин в ручном режиме модерировал репресс также еще он приподнялся в рейтингах на своем конъюнктурном пацифизме который кстати сказать он маскирует под старыми лохмотьями ультра империализма каутского сам штефанов о себе говорит так меня насилие не приемлемо для меня я понял ты ты пацифист это это кстати вот касательно вопрос антивоенной позиции то очень интересно потом рос в однополой семье вот значит сегодня мы поговорим о штефанове а его детстве и юности а его жизненной дуге и помогут нам в этом недавние дебаты александра штефанова с буречкой юлиным дебаты это конечно я погорячился но если только вы не считаете запихивание в рот июлина с особым цинизмом репрессивной сталинской колбасы и принуждение ее шевать и жевать боречка терпел долго надо сказать но вскоре закусил у дела вы знаете я попрошу такую вещь давайте мы закроем ноутбук потому что в данном случае получается постоянное цитирование вы только посмотрите на это убожество уберите ноутбук коричит бориска мы так не договаривались хундит военный историк и пришел лишь с брошюркой а он с ноутбуком блин юлина если бы ты с ведром на голове пришел то штефанова тоже надеть заставлял бы какой же ты все-таки более позорище на чем ты меня перебили на том что репрессиях теперь я просто обязан поблагодарить сашеньку штефанова ты конечно сашек гнида но гнида талантливая в том плане что беспринципный в лучших традициях деда невзорова и ты как тот уже упомянутый многолитий анус готов подставить свою хорошую память для цитирования из стертых до дыр истин антикоммунизма и прочие антисоветчины но надо положительно отметить что прячась под маской популизатора тебе удается вывести на чистую воду тех кто называет себя левыми и признают большой террор как же ты ловко заставил юлина лизать репрессивный сапог геббельса с первых же минут ты молодец спасибо тебе чего было сработать весьма в этом году было зацировано насколько я помню по земку порядка четырех миллионов человек сейчас вот опять здесь найдут цифры и так далее ты уверен как вот я говорю просто по памяти так вот порядка четырех миллионов человек это у нас получается и когда вы александр с борисом юлиным и ведущий в голос запели о цифрах репрессий по земскову вашем хоре только не хватало и горки яковлева алексея исаева и на подпевках хора всей остальной пизданутой левачествующий братья признающий большой террор как исторический факт и музыкальное сопровождение конечно должно быть слева стас васильев бренчит справа костик семен блеет на шести батов с рудым извивается ой мама дорогая жаль я не художник а то бы нарисовал эту репрессивную вальпургиеву ночь да репрессии они коснулись очень серьезно нашей страны от них пострадала порядка сколько тысяч и только за два года по 58 статья кстати у стаса хочу спросить по случаю как ощущаешь себя стасик сидя в одной лодке с таким гарным человечком как йозеф штефанов в вопросе репрессий вы с ним плоть от плоти я даже помню как тебе ксения ипподромов на собчак свою ватрушку репрессивную скармливала а ты морщился ел и съезжал на земского доносы репрессии гулаги не знаю смотря какая цель и смотря какие средства вот так я каждое дело не изучал по статистике это к земскому замечательный историк вот у него может ознакомиться земском а и только за два года а у земского повторюсь для тех кто на бронепоезде цифры по политическим репрессиям солженицыным одинаковые всех леваков поздравляю с этим и теперь наверное самый тупой должен понять почему так важно разоблачение мифа о большом терроре это здесь в этой книжке можно почитать сын под роликом оставлю а если нет то в противном случае вам говорили в очкам всегда будут затыкать рот тем что сталин хуже гитлера а вы будете сидеть и утираться да еще соглашаться и оправдываться прям как юля борин эти репрессии были очень печальным эксцессом который я тоже считаю мягко говоря бедой для нашей страны поэтому почему мне их постоянно тыкать непонятно на это не понимаю почему все по касается сталина вы пытаетесь свести исключительно вот к этим репрессиям и больше ни к чему меня почему-то некоторые люди воспринимают как сталиниста хотя я вот считаю себя скорее ленинцем теперь оцените масштаб диверсии нашей историко-пропагандистской и якобы левой публики они такому как штребух тарарара дают возможность безнаказанно глумиться над сталинским периодом и все это происходит под покровом научности и научного консенсуса еще раз посмотрите как штребух пихает юле борину большой террор а тот поддакивает тему было зацеренто насколько я помню по земту порядка четырех миллионов человек сейчас вот опять есть найдут даты цепи и так далее это я уверен как вот я говорю просто по памяти сейчас так вот порядка четырех миллионов человек а саша штефанов сидит довольный за два года 4 миллиона по земскому на лице штефанова прям читается да он за меня мою работу делает вот же лох человек сейчас опять найдут даты цепи и так далее ты уверен кабинетный дурак юлин опять оподливился и это как вы понимаете для него норма нет я не хочу это зачитывать а теперь давайте вернемся к популизатору штефанов зажегся ярко на показном пацифизме а антисоветчину пропихивает под ширмой аполитичного исследователя я не против левых взглядов не против социалистических идей более того сам разделяю во многом но переносить это на историю это глупость вам интересная история занимайтесь историей интересно политика занимать политику знаешь я тоже в общем то учет это у него лихо получается особенно сливачествующими дегенератами признавшими большой террор как исторический факт вам уже юли например был продемонстрирован на чем-то меня перепели на том что а репрессиях также юзеф штефанов помимо перепела старых перестроченных песен о репрессиях берется судить о капитализме его развитие потому что вот этот тезис о том что капитализм непременно приводит к войнам он значительно устарел во многом из-за того что капитал он переплелся среди множество стран и у капитала теперь нету потребности воевать устраивать межнациональные войны поскольку но он терпит убытки от этого откровенно говоря разрываются торговые связи разрываются экономические связи откровенно выстрел себя в колено как вы сказали то есть такой же прогрессивный молодой человек мощный антивоенный автор подумает его наивный фанат да еще и ленина утопистом называют вот это штефанов глыба хотя козявки штефанову должно быть известно что те его тезисы о невыгодности войны для капитала владимир ленин разбил в пух и прах в своей работе империализм как высшая стадия капитализма я не буду мучить вас цитированием если захотите прочтете только скажу одно что лакейский ультра империализм каутского и вы как он и штребуха по поводу капитализма которому война не выгодно одна и та же мазь но в разных тюбиках и получается что и в вопросе развития капитализма штефанов тоже лишь и пигон и жалкий подражатель причем подражает тому кому напихали полную панаму больше сотни лет назад как по мне интересный вид саморазоблачение избрал штефанов а вам так не кажется но винить йозефа штефанова в оппортунизме вы не смеете это бессмысленно ведь он не марксист он популизатор истории с прикусом баварского я бы даже сказал более конкретно вашингтонского но винить мы с вами его не вправе и всем кто нападает на штефанова я скажу как вы не понимаете человек осознанно выбрал сторону сашенька в витебске за бомжами кеды донашивал а вы ему предлагаете закончить пет и идти подвязаться в школе когда он с легкостью на грантах о которых мечтает перед сном может безбедно жить и быть борцунишкой и шансы на потерю девственности к тридцатке повысятся изрядно а там глядишь и геном свой хоть и гнилой но в будущее может протащить удастся а вы его дрочила и тупорыл им называете в комментах а он вас переиграл и уничтожил штефанов яркий представитель тех людей которые стали не на сторону своего класса а совсем наоборот он свою способность к запоминанию и артистичность в изложении решил отдать не на борьбу за лучшее будущее для всех а пошел в служение к буржуа но не нашим местным пасконным а к иностранным что ж вы на него напали все он оценил риски прикинул выгоду и выбрал сторону молодец александр ты сделал это уверенно и без юродствований какие позволяют себе псевдолевые пропагандоны вроде алексеев исаевых егоров яковлевых и прочих на моем канале часто упоминаем ты молодец штефанов продолжать батлить с недалекими леваками и прочими дефичентами а мы это будем изучать и делать выводы теперь я конечно должен ну просто обязан обмолвиться о причинах которые по моему мнению поспособствовали выбору стороны сашкой штефановы сказка ложь но в ней намек добрым молодцам урок документы снимайте по секретным документам многие годы в школе штефанова избивали и грузили на бабки и чтобы повысить свою живучесть в жестоком мире вытепских детишек саша штефанов начал наушничать учителям и после этого по родному городу он передвигался лишь в дневное время и короткими перебежками что мало помогало его даже разок-другой обоссали за гаражами все это продолжалось вплоть до переезда в нерезиновую где он по аналогии с горбуном уродцам из трехсот спартанцев решил отомстить всем своим мучителям нехитрым способом заменяв всех скопом на пару шавух на тульской ну вы поняли это метафора вы скажете тот горбун был не способен сражаться а этот вроде по первичным признакам нормальный вы внимательно на штребуха посмотрите вы посмотрите на его моторику я думаю он до сих пор работает над тем чтобы вкидывая ложь не пригибаться и не дергаться в страхе ожидая леща или подсрачника вы поймите кто он был и кто он теперь его слушают и даже разбирают его продажное творчество за это он и мать родную не пожалеет он лазерсон так и сказал что его мать не в курсе что он под статьей ходит она не боится что тебе может прилететь реальный срок я думаю что мама не вполне понимает эти новшества закона и я этим пользуюсь прекрасно я не хочу объяснить да абсолютно вы дорогие зрители не представляете на что способен задрот ради одного только шанса что его статус в обществе повысится и возможно еще и обломится от какой-нибудь панаехи кстати автопал озерсон вот в интервью с штребухом лизонька как ветеран либеральных сражений за правдивую правду глаголит вот ты принадлежишь к тому поколению которое полностью родилось при путине жила при путине ничего друг вот и не видел у нас хотя бы была какая-то часть свободы которые мы потеряли вот и всю жизнь жил в этом путинском режиме баба лиза восемьдесят девятого года выпуска на момент когда случилась диктатура путина ей было 11 годков какую свободу она потеряла ей в двухтысячном без трусов спать запретили в бля серьезно лизонька твой муж от тебя убег правильно потому как ты женщина глупая если я тебя сильно этим обидел и ты решишь в окно выйти то в записке напиши в конце выхожу за родину за сталина ну чисто для меня заранее спасибо простите за автоп продолжаем а знаете почему у штефса память хорошая потому что когда кто-то фен жрал на вписках стасу привет передайте штрибух сидел дома и берег нейроны головного мозга что ты делал восемь лет восемь лет назад школу заканчивал да это очень веселый вопрос мне конечно школу заканчивал книжки читал новости смотрел к слову и следил за повесткой в том числе майдановской украинской повесткой и друзей у него особо не было когда вы социализировались в компании он ходил в библиотеку и читал книжки сугубо днем сугубо под присмотром бабушки потом рос в однополой семье мама-бабушка потому когда у него спрашивают про друзей то он отводит глазки ты общаешься со сверстниками да ты просто сказал про пузырь или с людьми постарше со сверстниками с людьми постарше ну совсем подряд я не знаю это сложно сказать ну то есть вот сейчас с вами общаюсь не вините штребуха за то что он избрал путь диссидентов и предателей он бы предал любого ради популярности ведь он по сути всю жизнь один бабушка которая его забирала со школы и в девятом классе это нищетово главное у человека не деньги а натурально форма в чоность ну а теперь о положительные роли александра штефанова и она есть штефанов делает за нас грязную работу и за это ему очередной раз спасибо мы марксисты не будем удивляться падению отдельных личностей ведь это не ново но зато присмотревшись получше к тем кому штефанов симпатичен или близок политически мы можем смело сделать вывод по конкретной персонали или политическому течению и кстати в целом как мне кажется количество подписчиков штефанова при условии как его форсят говорит что с обществом нашим все в порядке и не забывайте что у него в подписоке еще и хейт-вотчеры так что все нормуль а наличие таких как штефанов обусловлено бытием где принцип продать себя подороже и купи другого подешевле делает скамейку запасных на роль новых солженицыных невзоровых родзинских и прочих звонидзе с мемориалами в общем скамейка запасных минимум 100 человек на место что кстати не в пользу штефанова ведь большой конкурс на место торговцев родиной и мнением увеличивает шансы для таких как штреба стать расходным материалом или упаси аллах сакральной жертвой ведь повторюсь скамейка запасных приличная много теперь желающих поторговать родиной и мнением если кстати вспомнить александра исаевича солженицына тому и виллы и бабки и нобелевка за предательство аж требу хоть так перетопчется на умеренных донатах ну может грант когда кусанет это что он пока в россии повышать к нему интерес а как образование он получит икорку дипломированного историка пропагандона как свалит вильнюс или в польше еще куда так сразу интерес к нему поутихнет и за бугром он станет конкурентом для всей той побегайской комарилии сражающийся за усыхающий ручеек грантов вот тогда он узнает в какой паучатник попал чего ему от всей души желаю и теперь возвращаюсь к юли борину который за все время его избиения точнее дебатов что это так вот пока борюсик краснел и оправдывался что простите мол что он не так сильно клевещет на сталина как от него требует либеральная публика я вот что подумал а ведь мне точно задаст вопрос какая-нибудь преисполненная морда интересно как бы ты себя повел на подобных дебатах с требухом я всем вопрошающим хочу привести пример раскрывающий суть глупости дебатов с подобными штефаном представьте я подхожу к зданию редакции газеты фельдки шебе бахтер а на ней во всю стену портрет йозефа дебельса и я на этот портрет ору йозеф ты лжец и клеветник ну или представьте подхожу я постаменту солженицына на который третьего дня владимир путин возложил в слезах умиления цветы и вот подойдя к памятнику солженицыну я начинаю доказывать что исаич ты лжец и клеветник или подхожу я к могилке витяземского историка и начинаю доказывать что его цифры по якобы зверствам сталина совпадают с цифрами солженицына а у солженицына повесточка гебельсовская и я могилке витяземского доказываю что он лжец и клеветник а могилка то молчит я к тому что разве не глупо дебатировать заведомо лживыми уже давно разоблаченными в свои лжи и по сути мертвыми персонажами так вот штефанов это новая итерация гнилой лживой антинародной буржуазной историографии мемориального разлива это мертвичина буржуазной антикоммунистической пропаганды штефанов это очередная перелицовка обветшалово фасада сегодня хочу с вами поговорить немножечко о языке нашего тела я мягкие и красивые казалось бы прежде но они значат плюс-минус одно и то же неуверенность в себе когда человек постоянно поправляет причесочку очень часто трогает свои волосики он озабочен тем насколько идеально приглажены его кудряшечки если не дай бог тебе на улице ветерочек и челку растрепало трындец конец света начинается катастрофа еще давайте поговорим о смелости штефанова да и такая имеется штефанов на дебатах например нападает на юлина притащив с собой весь массив антикоммунизма который был накоплен за последние сто лет и это чтоб забороть старика юлина которого он сам называл самым никчемным на тупичке кстати в этом я с ним солидарен тут мы штеф с тобой заодно так вот убогий юлин приковылял с одной лишь брошюркой а сашенька спустил на него цепных псов геббельса напомню как он тыкал в юлину отрывками из книги трагедия русской деревни том 2 он взял цитату из этой книги где кровавые коммуняки тыкали кому-то членом в лицо таких случаев евдокимов записки описывает несколько десятков меня зацепил особенно по зиновьевскому округу подождите сейчас по зиновьевскому округу закончу это очень важно председатель какого-то там совета штаба вызвал середняка и середнячку для сдачи посев материала после отказа последних он отвел их в отдельную комнату где пытался вынудить середнячку середняка обсунуть свой половой орган в рот середнячки член штаба бригады по сбору потех материала где с отказом середнячки 40 лет вывести пшеницу направила в другой штаб с припроводительной с припроводительной следующего содержания поведите ее в темный угол и там изнасилуйте и если вы позволите я хочу зачитать кое-что из вступления к этой научной работе мне это показалось важным цитата участники проекта выражают глубокую благодарность национальному гуманитарному фонду сша университету торонто бостон колледжу университету мельбурна и сеульскому государственному университету за поддержку научно-исследовательской работы результатом которой является этот том его издание стало возможным благодаря гранту из средств проекта исследования сталинской эпохи и архивного проекта университета торонто конец цитаты ну и правда кому как не университету торонто знать за ужасы и трагедии русской деревни да еще сталинскую эпоху аминь братья также смелый лих был александр штефанов геройски побеждая админов паблика око которые выкатили статью про него чем скажу оказали штефанову большую услугу понимаете мои юные друзья из ока если вы пытаетесь в политику и нападаете на лживого слизня которым является саша штефанов то вы обязаны проверять факты и не делать хотя бы детских ошибок поймите что много пафосно и обличительно не значит правильно вы ввязываетесь в полемику с человеком ну или что-то типа того который опирается на устоявшиеся антисоветские идеологемы и подставляясь даете ему шанс выглядеть убедительно должен сказать зрителям что во многом благодаря паблику око я обратил свой взор на сашу штребухова но в то же время те ошибки неточности которые молодежь допустила в статье претендующий на историчность недопустимы ну например когда вы оставляете гиперссылку в тексте а по ней от мертвого осла уши это как пример я понимаю вы решили революционным пафосом добрать там где поленились перепроверить вы решили что озвучивая прописные истины что штефанов буржуазный лакей никто не заметит откровенные ляпы вот и стас васильев не заметил да и я признаюсь хуйну статью по диагонали и зная кто есть штребух умилился и проглядел несостыковки посмотрев же разбор вашей статьи который сделал штефанов на бусти я почитал внимательней статью чекнул инфу и понял что и стас и я и многие кто прочел эту статью удовлетворились нападками на персону штефанова знаю что он гад это бывает но вы-то эту статью писали вы-то зачем подставились и всех остальных за собой потянули даю совет ошибки это повод стать лучше потому признаете то что в исторических моментах вы не доработали и где-то технические были огрехи ну типа получилось как обычно у семи нянек 14 титек вы все исправите поднатаскаетесь какие ваши годы но то что штребух буржуазный лакей и торговец мнением и родиной ваши ошибки этого никак не отменяют как говорится ошибки вы исправите а штребух паскудой будет всегда кстати ссылку на статью паблика ока я оставлю под видео и если кто хорош в теме поднятой молодежью то почему бы ему их не дополнить и не поправить кстати в своем телеграме я прикручу разбор статьи слитой с бусти штефанова который мне подкинула моя доблестная разведка и вы сами посмотрите как штефан упивался своим микротриумфом смотрите и может быть у вас тоже будет что сказать в комментах мне будет интересно почитать кстати я должен засвидетельствовать что штефанов очередной раз прокатил за пиздобола так как он сказал такое чего угодно репост вот вы прямо сейчас любой из подписчиков бусти может написать записать видео где скажет александр штефанов тупое быдло не разбирается текста побольше только чтобы как будто бы умно было юзеф иди подмойся ты плохо знаешь нашего историка и философа стаса васильева это он репостить не будет он ведь за объективность а значит ты в безопасности наверно если не умру по пути в общем заканчивая на сегодня с александром штефановым с его пацифистингом с его темным прошлым которая если вам интересно я изучал по архивам своего личного мнения мнение которое как по мне по цене и той перестроечной макулатуры который штребух козыряет куда не припрется кстати еще хочу ответить на возможную предъяву за хайпожорство и попытку покуситься на части аудитории штефанова бросьте ребятки ну зачем на левом фланге люди с когнитивными проблемами и с проблемами с совестью вам надо чтоб среди левых добавилась троцкистской слизи не ну правда кто не способен разглядеть в штефанове то что плавает всегда на поверхности то как говорит старая русская поговорка того могила справа но закончу я на хорошей ноте я хочу поздравить сашу штефанова моя доблестная разведка сообщила что секретным приказом агент штефанов оперативный псевдоним крошка картошка за успешное внедрение в ряды либерального контингента награжден грамотой и крепким рукопожатием куратора поздравляю саш а вы что подумали что его не трогают и не прессуют так как он человек невидимка все гораздо запутаннее в общем увидимся в будущем пока по поводу поколения это тоже это это объяснимая вполне себе нормальная штука это же буквально история про любую европейскую диктатуру когда появляется диктатор в неблагоприятных условиях и покажу его поколение которое помнит неблагоприятные условия он еще держится на легитимности когда это поколение уже отходит на другую сцену становится пенсионерами или просто умирает и растут люди которые не видели этого этих плохих условий которыми обосновывают свое правление диктатор которые не видели тех ужасов которые просто думают ну вот нормально живем и у которых все больше и больше требования к своей жизни у них больше требований не к просто святому брюху а каким-то интенсиям вроде свободы вроде там освободы слова собраний объединений по возможности влиять на политику или хотя бы смотреть как на нее влияют другие люди вот так работал но так падал режим франко в испании ну понятно что он умер а потом он просто исчез но он деформировался именно под влиянием этих обстоятельств то же самое было с салазаром тугалии вот во многом такое было в советском союзе там чуть сложнее было все таки тоже можно найти вообще то есть это нормальная стандартная история то есть люди которые помнят 90 и видят сыты нулевые для них другие правила игры они видели свободные но голодные 90 и они такие свободы это конечно хорошо но во-первых свобода ваша на клоунаду больно похоже во вторых учета голодное было при этой свободе а потом были нулевые когда вроде свободы не было и все вопили про то что вот давайте выходить на митинге то владимир соловьев призывал защищать нтв но при этом как-то побогаче стали жить хорошо живем вот и конечно такие люди они могут обосновать диктатуру бесконечное количество времени для них конечно война это главное что блин apple pay ушел и что что-то что там еще не за немножко цены поднялись выехать нельзя отдыхать это выезжайте можно но в целом да это мариупольские курорты но да 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 ценность на моем покрине он конечно немного другое но опять же обобщение чудовищно огромное очень разные ценности очень разные люди из его представляют мне кажется что больше людей которые ценят свободу и такие менее осязаемые вещи чем просто а чё тут разница я вообще ничего не буду говорить ладно ладно шучу я шучу а а а Субтитры создавал DimaTorzok